физкульт привет друзья и ученики это рубрика ответы на ваши вопросы о которой вы давно просите по одному вопросу за раз вопросы кстати присылайте либо в комментариях данному видео либо мне в личку в контакт а вы знаете что я все вопросы не оставляю без внимания что делать если не чувствуем работающие мышцы друзья не нужно паниковать как я всегда вам советую если вы в комплексных упражнениях таких как приседания не чувствуете вообще никаких работающих мышц это не страшно задумайтесь о том что приседания на ряду со становой тягой это самые мощные упражнения задействующие все мышцы в нашем организме все системы работают на пределе если вы будете сосредотачиваться на какой-то отдельной мышечной группе вы можете только себе повредить конечно если мы не работаем в режиме окислительных мышечных волокон когда веса рабочие смехотворные тогда действительно вы просто обязаны чувствовать работающие мышцы почему потому что сам режим тренинга к этому обязывает кто пробовал тот понимает о чем я говорю в основном это беспокоит девчонок что вы не чувствуете бицепсы бедер и ягодицы во время приседа друзья хочу вам сказать что мало кто чувствует бицепс и бедер во время приседаний особенно если вы не доседаете если вы не хотите иметь проблем с перекачанными квадрицепсами я обращаюсь сейчас к девушкам то вам просто необходимо грамотная техника если мы с вами говорим о приседаниях грамотной технически идеальной техники грамотном исполнении то неважно чувствуете вы ягодицы и бицепс и бедер или нет они все равно работают не повторяйте ошибок как был у меня один ученик который тоже говорит что он не чувствует ноги я его спросил а что тогда по-твоему работает когда ты приседаешь он ответил сухожилия и кости то есть по его мнению кости сами просто двигаются не забывайте что нашими костями вообще скелетами передвижением нашего организма в пространстве управляют мышцы а мышцы естественно получают сигналы от центральной нервной системы так вот не хочу вас сильно грузить тем более что у меня много видео есть об этом и статей поймите одно если вы тренируетесь с хорошим серьезным весом в становой тяги и в приседаниях не переживайте о том что вы не чувствуете ваших мышц переживайте о том чтобы ваша техника была идеальной и чтобы вы работали необходимом режиме повторений для конкретной тренировки для силы это 5 6 для девушек 8 10 для гипертрофии быстрых гликолитических мышечных волокон это от 10 повторений для девушек 10 15 и 8 12 повторений для парней неважно то что вы не чувствуете мышцы если вы тренируетесь исключительно в изолированных упражнениях что я считаю крайне неправильным для натурально тренирующихся людей и не чувствуете мышцы то это говорит о том что ваша центральная нервная система просто не умеет работать не это не 要 том что вы глупы и или вы что-то там делаете неправильно вы неправильно делаете только то что строите свой процесс тренинга изначально с первых шагов неправильно я уже не раз говорил что нельзя начинать тренинг с тренажеров нельзя начинать свой путь в тренажерном зале неважно парень вы или девушка с тренажеров только с комплексных упражнений и 4 лучших упражнения если об этом у меня видео вы можете найти, посмотреть, какие они. Грамотные люди поймут сразу, что это присед и становая, брусья и подтягивания. Как только вы одолеете определенные силовые рубежи в этих упражнениях, наработается моторика, наладятся умения, навык, придет и ощущение работающей мышцы. Потому что, мало кто знает, центральная нервная система посылает импульсы на сокращение мышц, но она также получает обратно сигналы по тем же нервным окончаниям. И если вы начинаете тренинг с изолированных упражнений, вы просто не можете создать тот необходимый уровень усилия, стресс, чтобы центральная нервная система восприняла это как реально серьезную угрозу и задействовала много мышечных волокон. Поэтому большинство людей, тренирующихся в тренажерах, никогда не приседающих, не делающих становых тяг, не подтягивающихся, не отжимающихся от брусьев, а вы много таких людей встречаете, да блин, 90 процентов людей тупо так тренируются, избегают того, что действительно должно быть в приоритете. Вы никогда в принципе не научитесь и не прочувствуете эту связь мозг-мышца. Друзья, тренируйтесь грамотно, выполняйте упражнения технически грамотно. Девушки, приседайте глубоко, насколько вам позволяет техника. И естественно, чтобы вы понимали, для того, чтобы работали ягодицы и бицепсы бедер, стойка должна быть относительно широкая. Носочки должны быть развернуты в стороны. При приседе коленки расходятся по носкам в стороны. И вы глубоко опускаетесь в присед. Чем глубже вы опускаетесь в присед, тем больше работают ваши ягодицы, работают приводящие мышцы и мышцы бицепсов бедер. Если вы не доседаете даже до параллели, большую часть нагрузки на себя забирают квадрицепсы. Что вы можете видеть в многих залах у многих девчонок. Это не генетика, это неправильный тренинг. Это безграмотный тренер и безалаберный подход к тренингу. Будьте внимательны. Увидимся в тренажерном зале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова